Новый год придет, счастье принесет, сказка оживет. Старт официальному зимнему курортному сезону в Сочи дан. Вот только открытие это скорее символично, так как трассы даже на высоте 2200 метров еще закрыты. Очень мало снега. Но тем не менее, в этом году Красная Поляна у туристов на первом месте при выборе отдыха. В местных отелях уже раскуплены все места на новогодние праздники. Ажиотаж очень большой, потому что это первый сезон после Олимпийских и Паралимпийских игр. И, конечно, вся Россия сегодня очень хочет приехать к нам сюда на празднование новогодних праздников. И, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы действительно вся Россия смогла сюда приехать. Празднования в Сочи проходили сразу на нескольких курортах. От одного до другого можно было доехать на ретроавтомобилях. Их специально доставили из музея «Автодром Сочи». Так широко отмечать открытие зимнего сезона решили впервые. Все пришедшие смогли посмотреть на парад Снегурочек и Дедов Морозов, которые приехали со всего Краснодарского края. Тех из гостей, кто замерз, бесплатно угощали горячим чаем. По традиции на праздники выбирали и бургомистра на предстоящий сезон. Это почетное звание и не несет особых обязанностей. Но, тем не менее, борьба за него не шуточная. В этот раз на эту должность претендовали актриса Алика Смехова, актер Александр Носик, телеведущая Татьяна Арно. А вот спортсмен Николай Валуев за свою преданность курорту Красная Поляна удостоился титула почетного бургомистра. Ему задали главный вопрос – когда снега будет достаточно, чтобы трассы открылись? Да будет свет, сказал монтер, а мы будем говорить – да будет снег. Ну, я надеюсь, что на днях выпадет, судя по всем прогнозам. А пока до этого времени всем отдыхающим, всем, кто приехал на этот замечательный праздник, наверняка найдется очень много интересного, занятий. По крайней мере, можно съездить вниз, можно на замечательные экскурсии побывать по тем местам, где прошла Олимпиада. Старт горнолыжному сезону дан. Как теперь принято говорить по-сочински, то есть ярко, празднично и шумно. Ну, а что касается снега, то по данным администрации города, уже в предстоящий вторник Красную Поляну накроет снежное одеяло. И вполне возможно, что в следующие выходные все трассы будут открыты для катания. Налина Моисеева, телекомпания ФКТ.